Значит, мы продолжаем обсуждать книжку Эйстейна Линнебо «Тонкие объекты». Сегодня у нас первая глава, которая называется «В поисках тонких объектов». Собственно говоря, начинается глава с рассмотрения двух точек зрения, кантианской и фрагианской точек зрения, по поводу утверждения его существования. Согласно Канту, все утверждения о существовании являются синтетическими, и с помощью концептуального анализа мы не можем установить, что нечто существует. С другой стороны, у нас есть позиция фраги, который придерживался логицизма и одновременно с этим антологического реализма. И согласно концепции фраги, могут быть утверждения о существовании аналитические. В настоящее время, как замечает Линнебо, большинство исследователей согласны с Кантом, нежели с фраги. Кроме того, даже если мы оставим этот вопрос по поводу того, могут ли быть аналитические экзистенциальные утверждения, если мы считаем, что этот вопрос, допустим, проблематичный, или, например, мы считаем, что таких утверждений быть не может, то мы все равно можем задаться вопросом, могут ли быть тонкие объекты. Да, вот я слайды не успел прочитать, поэтому у меня тут опечаток будет больше, чем обычно. Вот, значит, как мы знаем из предисловия, для тонких объектов не требуется что-то субстанциальное от мира. Собственно говоря, для аналитических истин тоже ничего особо субстанциального не требуется. Но вот в этом аналитические истины и тонкие объекты схожи друг с другом, но тонкие объекты все же не являются утверждениями. Да, это некоторые объекты, некоторые, ну, не знаю, может быть, можно сказать, даже предметы. Вот, и Линебо выделяет две точки зрения относительно тонких объектов. Во-первых, мы можем считать, что непротиворечивость или связность, когерентность теории гарантирует существование объектов, как это очень часто делается в математике. Ну, подробнее эти две точки зрения будут дальше рассмотрены. И также еще есть фрегианская точка зрения, которая вот очень похожа на такой абстракционистский подход, который, собственно, и Линебо собирается развивать. И примером здесь может быть, что равномочность гарантирует существование чисел. Вот у нас есть два множества. Если они являются равномочными, то, значит, существует некоторое число, которое характеризует количество элементов в каждом из этих двух равномочных множествах. Вот. О тонких объектах можно говорить в двух смыслах. Во-первых, это может быть абсолютный смысл и относительный смысл. Абсолютный смысл состоит в том, что для существования не требуется ничего субстанциального или ничего значимого от мира. Такими, например, объектами являются чистое множество, которые не включают в себя транзитивно ур-элементы. Ну, то есть вот у нас есть, например, множество, и ни один из его элементов тоже не является нечистым множеством. Все множества, которые это множество содержит, являются чистыми, и все множества, которые они содержат, тоже являются чистыми, и так далее. Мы можем любое множество разобрать до самых, скажем так, конечных элементов, и среди этих конечных элементов мы не найдем никаких ур-элементов, то есть чего-то, что множествами не является. Вот. И также тонкие объекты в относительном смысле могут быть, они определяются так, существование их не требует ничего сверхсуществования каких-то других объектов. И здесь примером могут быть нечистые множества, то есть такие, которые включают в себя транзитивно какие-то ур-элементы. Ну, например, это может быть множество, единственным элементом которого является синглитон, а единственным элементом этого синглитона является, допустим, яблоко. Вот. Такое вот нечистое множество. То есть вот яблоко — это не множество, да, это какой-то ур-элемент. Яблоко может быть элементом множества, но не может быть, не может само содержать в себе какие-то другие элементы. То есть здесь у нас вот это множество, которое в самом начале я назвал, оно не является чистым, да, и оно является тонким в относительном смысле. Пока яблоко существует, это множество существует. Вот яблоко перестанет существовать, значит, и это множество тоже перестанет существовать. Дальше Линебо говорит о том, что вот эту позицию относительно тонких объектов можно обозначить как мета-онтологический минимализм, или для краткости просто минимализм это будет. Вот мета-онтологический минимализм – это такая точка зрения, согласно которой существуют объекты, являющиеся тонкими в абсолютном или относительном смысле. То есть такие или такие тонкие объекты должны существовать с точки зрения минимализма. И здесь надо, конечно, пояснить различия между антологией и мета-онтологией. Вот мета-онтология, она изучает то, что есть, собственно, это нормальное понимание антологии, такое квайновское. И мета-онтология, в отличие от антологии, это исследование антологических понятий. И в частности, в рамках мета-онтологического минимализма нас будут интересовать понятия существования и объектности. То есть что значит быть объектом, что значит существовать. Вот эти понятия изучаются в мета-онтологии. Минимализм предполагает, что вот эти понятия существования и объектности могут быть минимальными. Однако минимализм не является точкой зрения, что все объекты являются тонкими. То есть согласно минимализму могут существовать и нетонкие объекты. Ну, там в паре мест Линобой использует термин «толстые». Вот эти толстые объекты могут существовать. Вот, и все на самом деле зависит от вида объекта, который мы рассматриваем. Например, если возьмем элементарные частицы, то они, конечно, не являются тонкими, и для их существования требуется что-то субстанциальное. Они участвуют в причинно-следственных отношениях, они как-то воздействуют на другие объекты мира. И, в общем, вот поэтому они тонкими никак не могут быть. Они не могут быть абстрактными объектами. Вот, каковы же следствия мета-онтологического минимализма? Основным следствием является следующее. Чем у нас более тонким является понятие объекта, тем у нас больше объектов может быть. Если для существования объектов не требуется ничего субстанциального от мира, то тогда у нас может быть сколько угодно объектов. В этом никаких проблем нет. Они никак мир не изменяют, просто они существуют в себе и никак с другими объектами особо не взаимодействуют. Ну, по крайней мере, теми, которые не являются тонкими. Вот, то есть богатая антология – это следствие минимализма. Но, однако, Линнабу отмечает, что минимализм ни в коем случае не должен быть обязательно следствием богатой антологии. Потому что антология может быть в духе какого-нибудь Мейнонга. Вот, и является ли она минималистской антологией – это еще открытый вопрос. Вот, то есть объектов может быть много, но, может быть, среди них нет тонких объектов. Вот, минимализм – это позиция о том, что тонкие объекты могут существовать. И из минимализма мы, соответственно, можем богатую антологию получить, но, наоборот, путь у нас не всегда открыт. Кроме того, Линнабу называет нескольких критиков минималистского подхода. Это, в первую очередь, Хартрефилд. Он в своих работах по номиналистской интерпретации математики говорит о том, что вот его критика, она имеет такой кантианский источник. И с точки зрения филда математические объекты не являются тонкими. А если брать его вообще более ранние работы, то там однозначно можно сказать, что вообще математических объектов просто нет. Какими бы они ни были, тонкими или толстыми, никаких математических объектов не существует с точки зрения Хартрефилда. И еще близкую позицию, ну, в смысле, позицию критиков минимализма занимают Rosen и Dorr. Они отстаивают точку зрения, что мириологическая сумма не является тонкой относительно своих частей. Ну, и мне кажется, можно было бы даже естественным образом согласиться с их точкой зрения. А если мы возьмем, допустим, тушу свиньи и разделим ее на кусочки, а вот у нас будут части этой туши свиньи, но они же не будут давать мириологическую сумму этих частей в том же самом смысле, что у нас она была до того, как мы эту свинью разделили на части. Вот такой вот гастрономический пример. Дальше в этой главе Линнебо рассматривает два варианта минимализма. Это, в первую очередь, когерентистский минимализм и абстракционистский, который я уже назвал. То есть когерентистский – это скорее из области математики и для интерпретации математических теорий в основном используется. И абстракционистский – это такой фрегианский подход. Согласно когерентистскому минимализму, для существования объектов некоторой теории вполне достаточно того, что эта теория является связной, то есть непротиворечивой. Вот если теория непротиворечива, значит, объекты должны существовать. Вот этот подход отстаивает, например, Гильберт. И в частности, такие мысли, которые он высказывает, можно обнаружить в его переписке с Фреги. Это известная переписка, когда Гильберт опубликовал свои основания геометрии. Фреги с ними ознакомился и написал Гильберту критические замечания по этому поводу. Что вот у Гильберта, значит, задается система аксиом, но эти аксиомы являются бессодержательными. Они просто выполняют некоторую синтоксическую роль. И в действительности не предполагается, что они имеют какую-то конкретную интерпретацию. То есть вот у него есть понятие, там, точка, прямая, плоскость. И знаменитое утверждение Гильберта о том, что даже если мы заменим это все на пивные кружки, столы и что-то еще, то ничего не изменится. Все аксиомы геометрии будут выполняться, и все теоремы геометрические теоремы тоже будут выполняться. То есть никакой заранее готовой интерпретации нет. Это все просто символы, которые ничего не означают по идее. Вот Фреги же наоборот, он отставил уже противоположную точку зрения в логике. У него логика обязательно является интерпретированной. Там нет места в неинтерпретированном понятии. Вот поэтому Фреги Гильберта критиковал. Хотя под конец этой переписки вроде как Фреги понял, в чем состоит идея Гильберта, и в некотором смысле с ней начал соглашаться. Хотя до конца, конечно, не отступил от своих позиций. Вот, согласно Гильберту, как я сказал, непротиворечивость является тем, что гарантирует существование объектов теории. То есть непротиворечивость является критерием истинности и существования. Кроме того, близкую мысль высказывал Георг Кантер. У Линнебо чуть подробнее приводится размышления по поводу Кантера. Я лишь очень кратко их обозначу. У Кантера есть различия на имманентную реальность, которая как бы вот в нашем уме находится. И там мы абсолютно свободны, мы там можем придумывать абсолютно любые математические теории. Главное, чтобы они были непротиворечивы. И, соответственно, их непротиворечивость гарантирует существование. И с другой стороны Кантер выделяет еще то, что может быть названо «приходящая реальность». Я не знаю, как на русском языке это принято передавать. Это, в общем, что-то изменчивое, что-то, что находится вне нашего ума, что противоположно нашему уму. И вот в этой приходящей реальности идея состоит в том, что математический объект должен быть копией события этой приходящей реальности, события внешнего мира. И когда у нас математические теории как бы пытаются описать вот эту приходящую реальность, то, конечно, мы должны как-то ее фиксировать в определенном состоянии. Потом это состояние, естественно, изменится, на то она, собственно говоря, является приходящей. Вот, ну, возможно, у нас математические объекты, ну, точнее, не так, а объекты вот этой вот приходящей реальности, которая соответствует математическим объектам, могут перестать существовать. Но как бы для математики в этом особой проблемы на самом деле нет. Тут только проблема приложимости может возникнуть. Вот. Кроме того, сторонники... Среди сторонников когерентистского минимализма Линнебо отмечает математических структуралистов, в частности Парсона, Парсенса, Резника и Шапиру. Вот. Кроме того, у Шапиру даже развивается такая идея когерентистского минимализма. Шапиру в своей книге, где он формулирует структуралистский подход свой, это книжка «Философия математики. Объекты и структуры», если я правильно помню название, он формулирует принципы когерентности. Звучит он так. Если «Фи» есть когерентная формула второпорядкового языка, то существует структура, выполняющая «Фи». То есть любая связанная формула в рамках некоторой теории, если эта формула не противоречит какой-то формальной теории, в рамках которой мы работаем, то это означает, что существует некоторая структура, которая этой формуле должна соответствовать. Эти структуры у Шапира понимаются как некоторые абстрактные объекты, которые существуют до вещей. Он развивает позицию антерем структурализма. То есть эти структуры существуют. Может быть, они даже нигде не реализуются в, скажем так, физическом мире. Но, тем не менее, в математическом смысле существования их вполне себе гарантируется просто обычной когерентностью. И этот принцип, Линебо отмечает, является обратным по отношению к принципу Тарского, по которому теория семантически непротиворечива, то есть связана в том случае, если существует ее модель. Здесь также можно отметить теорему о существовании модели. Линебо ее не приводит, но я решил ее здесь привести. Это фрагмент теоремы о полноте первопорядковой логики, доказанной Гёделем. Эта теорема говорит о том, что если теория непротиворечивая, то у этой теории существует модель, то есть есть некоторая реализация этой теории. Здесь возникают определенные сложности вообще с когерентистским подходом. Сложности состоят в том, что у нас сначала математика эксплицирует какое-то философское понятие, а затем это философское понятие используется для того, чтобы интерпретировать математику. У нас есть опасность некоторого порочного круга и вообще когерентистский подход с точки зрения Линебо не сильно интересен. Он отстаивает абстракционистский. Здесь также можно еще привести принцип Шапиру, который Шапиру формулирует следующим образом. Существует модель Т, это утверждение, говорит то же самое, что и Т является связанным и связанным теорией. Правда, здесь можно отметить некоторые затруднения, которые мне, по крайней мере, пришли в голову, когда я читал Линебо. У меня возник вопрос, какие вообще модели могут существовать в таком случае. Какие модели могут существовать, если некоторая теория является связанной, когерентной, непротиворечивой. Могут ли в таком случае существовать модели из нетонких объектов? Мне кажется, что было бы очень странно предполагать, что такие модели существуют. Кажется, что нет. И может быть здесь кроется какая-то еще сложность когерентистского минимализма. Ну вообще, вот этот параграф по поводу когерентистского минимализма Линебо завершает замечанием, что остается открытым вопрос, является ли это последовательной позицией. И в действительности Линебо не собирается ее развивать, он больше за абстракционистский минимализм выступает. И, собственно, мы переходим дальше к абстракционистскому минимализму. Как уже было отмечено, он ведет начало от работ Фреги, разрабатывается также неологицистами. И, собственно говоря, абстракционистский минимализм представляет собой своего рода ответ на эпистемологический вопрос, который задается Фреги или в предисловии, или во введении к основоположениям арифметики. Фреги говорит, вот смотрите, числа, они не являются тем, что находятся у нас в уме, они являются объективными, они же не принадлежат субъективному опыту. Числа — это не что-то, что находится в пространстве и времени. Числа существуют в каком-то третьем мире, это идеальные сущности. Но как мы можем тогда их знать, говорит Фреги? Для того, чтобы понять, что такое число, у нас нет никаких средств типа восприятия, у нас нет средств никаких для исследования того, что такое число в духе экспериментов. Мы не можем воспринимать числа, не можем ставить эксперименты с ними. У нас нет инструментов для того, чтобы какое-то знание о них получать. Нет способностей. Как же тогда мы знаем что-то о числах? И Фреги отвечает на этот вопрос. Мы должны проанализировать утверждение о числах, и тогда мы поймем, что же такое число. И здесь он отстаивает свой принцип контекстуализма, что слова имеют значение только в контексте предложений, а и, соответственно, если мы определим смысл предложений с числительными, то мы поймем, что же такое число. И здесь, конечно, надо вспомнить его принципы, которые называются content-recovering, его объяснение параллельности и направления прямых, которые рассматривались в предисловии и которые будут очень много обсуждаться сегодня. Вот content-recovering. Здесь имеется в виду, что у нас есть два утверждения, которые имеют одинаковое содержание, но это содержание по-разному распределено между компонентами этих двух утверждений. То есть они синтаксически разные, но тем не менее содержание у них одно. И вот благодаря тому, что мы можем как бы перераспределять содержание утверждения между компонентами этого утверждения, мы получаем возможность что-то узнавать о тех объектах, к которым у нас нет прямого когнитивного доступа. Никакого эпистемического доступа нет, никакого семантического доступа нет, но тем не менее мы можем о них говорить и мы можем иметь о них какое-то знание. Вот это фреггевский принцип о том, что направление прямой L1 совпадает с направлением прямой L2 тогда и только тогда, когда эти две прямые параллельны. Вот, ну здесь содержание правой части этой эквиваленции в некотором смысле перераспределяется для того, чтобы получить содержание левой части. Когда мы обсуждали предисловие в прошлый раз, я говорил о том, что у нас термин, который обозначает параллельность, заменяется на более общий термин, на равенство, и таким образом мы получаем вот возможность перераспределить содержание между переменными L1 и L2. То есть вот утверждение на правой части данной эквиваленции, оно, содержание этого утверждения складывается с помощью трех терминов. L1, L2 это переменные и термины, которые обозначают параллельность. Вот, когда мы от термина, который обозначает параллельность, отказываемся и заменяем его на более общий термин, на равенство, то содержание, которое в содержании утверждения вносил термин параллельности, перераспределяется между L1 и L2, между терминами L1 и L2. Вот, и таким образом мы получаем, по сути, то же самое, вот, утверждение о том, что направления этих двух прямых совпадают, оно говорит то же самое, что эти две прямые параллельны, но тем не менее содержание, хоть содержание одно и то же, но оно распределено по-другому в этом синтаксически другом выражении. Вот, и то есть благодаря тому, что у нас есть непосредственный доступ к прямым, у нас есть непосредственный доступ к параллельности, да, мы можем взять какие-то две прямые и посмотреть, параллельны они или не параллельны, да, и, соответственно, исходя из этого, мы можем уже сделать вывод о существовании таких абстрактных объектов, как направления. Вот, то есть мы получаем некоторый эпистемический, семантический доступ к этим абстракциям, устанавливая истинность относительно параллельности и перераспределяя содержание утверждения. В общем виде принципы абстракции, которые вот используются для того, чтобы все это делать, могут быть представлены в виде такой вот схемы. У нас есть специальный оператор, я буду говорить S. S α равно S β тогда и только тогда, когда α эквивалентно β. Вот, здесь у нас α β — это вещи какого-то определенного вида, tilde — это у нас отношение эквивалентности на них, S — это оператор, который отображает вещи в объекты. Вот, ну и очень известным примером принципа абстракции является, конечно, принцип Юма. Он формулируется так, что число элементов f равно числу элементов g тогда и только тогда, когда f равномочный g. Ну, собственно говоря, для Фреги и для неологицистов этот принцип является очень и очень важным, потому что из принципа Юма в рамках второпорядковой логики, если мы еще дополним ее некоторыми релевантными определениями, мы можем вывести всю второпорядковую арифметику дедекин-депиано. И в частности неологицисты показали, что если мы откажемся от базового закона номер 5 и будем использовать только принцип Юма, то никакого противоречия у нас в этом нет. То есть арифметика будет вполне себе сводиться к логике. Правда, здесь возникает сложность, что принцип Юма не является аналитическим. Точнее, аналитической не является одной из импликаций, которая составляет эту эквиваленцию. Это было показано Булласом в 90-х годах, поэтому к чистой логике арифметика все же не сводится. Вот, значит, для существования объектов s-альфа и s-бета достаточно эквивалентности между альфой и бетой. Например, как уже мы рассматривали по поводу параллельности прямых, для того, чтобы существовали направления прямых, вполне достаточно того, что эти прямые параллельны. Есть определенное отношение эквивалентности между прямыми, и этого отношения вполне достаточно для того, чтобы существовали какие-то дополнительные объекты, являющиеся тонкими. Вот, в чем состоит привлекательность тонких объектов? Во-первых, у нас тонкие объекты гарантируют буквальное прочтение некоторых антологически проблематичных дискурсов, например, особенно математики. Математика содержит много разных теорий, много всяких объектов постулируется, что они существуют. Эти объекты могут быть разные и очень большие, бесконечные, бывают бесконечные поменьше, бесконечные побольше и так далее. Вот, ну и вроде как у нас нету даже столько атомов во Вселенной, по крайней мере, наблюдаемой, чтобы все они могли существовать, все вот эти математические объекты. Вот, то есть они в каком-то другом виде, видимо, существуют, не как физические вещи. То есть вот у нас проблематичный дискурс, это математика, да, и тонкие объекты, они позволяют нам буквально интерпретировать этот дискурс. То есть, собственно, имена и квантерные выражения понимаются буквально. Ну, критика, конечно, тонких объектов тоже может быть обнаружена. И, естественно, это дилемма Бенцерафа из его знаменитой статьи «Математическая истина», да, где Бенцераф говорит, что, с одной стороны, у нас может быть буквальное прочтение вот этих вот онтологически проблематичных дискурсов, то есть реалистская, по сути, позиция. Либо у нас может быть объяснение эпистемологии математики, объяснение того, каким образом мы получаем знания об этих объектах. И мы должны выбрать либо одно, либо другое. То есть мы не можем с точки зрения дилеммы Бенцерафа совместить буквальное прочтение и при этом какую-то адекватную эпистемологию. Ну и кроме того, конечно же, критика тонких объектов может исходить из каких-то других конкретных наук. Например, если мы наблюдаем за тем, как развивается физика, я уже говорил о том, что число атомов в наблюдаемой Вселенной не сильно большое по сравнению с теми бесконечностями, которые предполагаются к существованию в некоторых математических теориях. То есть у нас в математике имеет место в некотором смысле чрезмерное богатство антологии, которое непонятно, как мы можем вообще поддерживать. Но если математические объекты являются тонкими, то тогда мы можем и эпистемологические, и антологические затруднения вполне себе преодолеть. Ну и здесь у нас есть, конечно, всякие варианты. И Линобов говорит, что вот, например, через когерентность теории. То есть если какая-то теория математическая когерентна, то значит объекты существуют. Дальше, конечно, возникает вопрос, какие объекты существуют. Ну, значит, тонкие объекты существуют, которые на мир никак особо субстанциально не влияют. Вот. Ну, как же соотносятся тонкие объекты с принципом бритвы окома? Это, конечно, вопрос, который будет волновать всех, кто хотя бы раз присутствовал на каком-нибудь курсе по философии или, может быть, прочитал какую-нибудь популярную книжку. Вот. Собственно говоря, минимализм, конечно, надо признать, что он поддерживает богатую антологию. У нас много всяких объектов существует. Вот. И непонятно, где здесь бритва окома, как она может быть применена. Ответ на этот вопрос состоит в том, что, вообще говоря, все зависит от того, как мы принцип бритвы окома понимаем. Если мы все-таки не используем какие-то чрезмерно метафизические толкования этого принципа, то... Ну, то есть используем его просто как некий методологический принцип, как это, собственно, у самого окома и делалось. Да, он говорил о том, что тщетно делать с большим то, что можно сделать с меньшим. То есть как бы делать-то, конечно, можно с большим, но просто это не имеет особого смысла. А не в том смысле, что бритвы окома запрещают существование. Просто методологически это невыгодно, неэффективно. Вот. Если мы понимаем этот принцип именно так, как он у окома понимался, то тогда особого запрета на постулирование объектов... Ну, как бы запрет на постулирование объектов сверх необходимости, конечно, у нас вроде как есть, но он методологический. И он еще обосновывается тем, что мы не отказываемся от тех объектов, которые полезны в объяснениях. То есть ничего плохого в богатой антологии по умолчанию нет с точки зрения принципа бритвы окома. Если все объекты в этой богатой антологии используются в объяснении чего-нибудь. Если мы используем эти существующие в большом количестве объекты для объяснения каких-то явлений или объяснения чего-нибудь еще, то эти объекты могут существовать. Мы, ну, как бы у нас нет такого принципа, что мы должны обязательно от них отказаться. Вот и даже небольшой вклад в объяснение вполне достаточно. Кроме того, объяснения, конечно же, не обязательно должны быть какими-то эмпирическими, как в духе квайновского натурализма. Они могут быть и вполне внутри математическими. Если нам нужен принцип какого-нибудь недостижимого кардинала, то есть мы считаем, что какой-нибудь недостижимый кардинал существует. Если нам это надо для того, чтобы что-нибудь интересное доказать, например, доказать, что там, не знаю, континуум гипотеза верна, ну, тогда все нормально. Значит, недостижимый кардинал должен существовать. То есть он используется в объяснении, он методологически не является излишним, и поэтому все нормально, с бритвой окома это совместимо. Вот. То есть в чем, собственно, если так подытожить, в чем, собственно, состоит привлекательность мета-онтологического минимализма? А состоит она как раз в объяснительной роли. Мы с помощью тонких объектов можем решить некоторые проблемы эпистемологического, в частности, характера, и онтологического тоже. И, кроме того, мы можем объяснить некоторые явления. Теперь надо поговорить о таких понятиях, как достаточность и взаимная достаточность. Вот. Линнебо начинает этот параграф с наблюдения, или, точнее, с указания на то, что вот есть некоторые утверждения, которые нам надо объяснить. Например, это могут быть утверждения такие. Фи — это все, что требуется для пси. Или фи концептуально достаточно для пси. Или фи — это все, что было необходимо сделать Богу, чтобы гарантировать пси. Вот это один вид выражений, которые требуют объяснения. И вот еще второй вид выражений, тоже требующих объяснений. Фи — это перераспределение содержания пси. Для фи и пси от мира требуется одно и то же. То, что нужно, чтобы имело место, что фи, есть то же самое, что нужно, чтобы имело место, что пси. Вот. Линнебо предлагает ввести специальный оператор, который позволит нам проанализировать эти и подобные им выражения. Для первых трех мы будем использовать однонаправленную стрелку, вот такую двойную, как на слайде показано. И мы это отношение будем называть достаточностью. То есть вот эту запись, фи двойная стрелка пси, мы прочитываем, как фи достаточно для пси. Для вторых трех выражений, которые нам требуется объяснить, мы будем использовать двунаправленную стрелку, тоже двойную, и она будет обозначать взаимную достаточность. То есть вот эта запись, фи, двойная стрелка в обе стороны, пси, она будет читаться так. Так, фи и пси взаимно достаточны. Вот, достаточность также может предполагать некоторый набор формул слева, когда у нас... Тогда мы можем говорить об одновременной достаточности для чего-нибудь. Ну, например, вот у нас написано гамма, затем двойная стрелка вправо и пси. То есть мы говорим, что вот эта вот гамма, это набор формул некоторый, все они одновременно достаточны для пси. То есть когда они одновременно выполняются, то и пси тоже как бы должно иметь место, должно существовать то, о чем говорит пси. Вот, если у нас язык содержит бесконечные конъюнкции, то тогда эта запись гамма достаточно для пси будет просто сокращением для записи такого вида. У нас там бесконечная конъюнкция с индексом альфа из а, фи альфа достаточно для пси, где гамма у нас будет определяться как множество, такое, что его элементами являются фи альфа, и альфа принадлежит а. Большое. Вот, но тут Линобо делает замечание, что, конечно, в большинстве случаев мы имеем дело с конечными языками, поэтому у нас там немножко по-разному будет себя вести оператор. Вот, а дальше мы как бы вот от этого отойдем. Не особо нам сейчас важно, может быть, где-то дальше в книге Линобо это и использует. Ну, в этой главе, по крайней мере, это никакой роли не играет. Вот. Операторы достаточности, вот эта достаточность и взаимная достаточность, они должны быть не слабее, чем материальная импликация и эквиваленция соответственно. То есть, например, из того, что фи достаточно для пси, должно следовать, если фи, то пси. Вот. И, кроме того, должно иметь место, должна иметь место транзитивность достаточности, и она формулируется у Линобо как правило сечения для достаточности. Если гамма и т достаточно для фи и того, для всякого и из и большое, и фи и т, где и является элементом и большое, достаточно для пси, то тогда объединение гамм и тых достаточно для пси. Ну, то есть, вот, транзитивность достаточности, да, получается. Здесь в обобщенном виде сформулировано, когда у нас слева могут использоваться наборы формул, а справа у нас какая-то одна формула относительно оператора достаточности. Вот. Взаимная достаточность представляет собой отношение эквивалентности, но, правда, непонятно, для каких свойств эта эквивалентность будет конгруентностью. Вот. То есть, мы можем этот вопрос формулировать так. Для каких операторов О выполняется следующее? Если фи и пси взаимнодостаточны, то применение оператора О к фи и применение оператора О к пси, результат применения этих операторов к ним будет эквивалентным. Вот. Ну, это открытый вопрос, и Линнебо, по крайней мере, в первой главе на нем подробно не останавливается. Вот. Также он отмечает о том, что мы можем говорить о взаимоопределимости отношений достаточности в следующем виде. Фи взаимнодостаточно с пси можно представить как конъюнкцию достаточностей в одну сторону. То есть, фи достаточны для пси и пси достаточны для фи. Ну, и близким образом можно представить просто достаточность. Фи достаточно для пси. Будет говорить то же самое, что фи взаимнодостаточно с фи конъюнкцией пси. Вот. Однако, Линнебо замечает, что это уже предполагает некоторую логику, и пока эти принципы не будут у нас считаться установленными, потому что мы еще пока не решили, что за логика нам потребуется. Вот. Ну, дальше Линнебо намерен показать, что для целей его книги, которую мы читаем, достаточность более удобна, чем взаимная достаточность. Это под конец главы делается. Вот. Ну, кроме того, для того, чтобы перейти непосредственно к разработке теории достаточности, мы должны обозначить какие-то требования к тому, что эта теория должна делать. То есть, сформулировать некоторые философские ограничения. Вот Фреге, когда он рассматривал свои принципы абстракции, он отношение взаимной достаточности, правда, он, конечно, не говорит непосредственно об этом, но из его рассуждения о принципах абстракции можно это вывести так или иначе. Фреге взаимную достаточность рассматривал как аналитичность условного утверждения. Вот. И аналитичность, естественно, мы можем понимать как истинность всего значения. Вот. Очевидно, этот фрегеанский подход будет подвержен возражениям Квайна из его статьи «Две догмы империзма» по поводу того, что у нас заранее не зафиксировано, что является аналитическим, что является синтетическим. И по ходу того, как мы используем язык, эта граница может двигаться как в одну сторону, так и в другую. Вот. Но помимо этого, очевидно, возражение, есть еще две других проблемы. Таким подходом. Во-первых, это проблема с ДРЭ-утверждениями достаточности. Вот, например, мы можем сформулировать такое вот. Существует Х такое, что тавтологии достаточно для существования Х. Где вот это вот Е здесь, это предикат существования. То есть у нас здесь говорится о том, что имеются некоторые объекты, для которых нет особых требований к существованию. Вот если выполняются тавтологии, то, значит, эти объекты существуют. Вот. Здесь у нас, значит, что значит, что здесь ДРЭ? Вот этот вот оператор достаточности, он работает очень близко к тому, как работают модальности в модальной логике. И по аналогии с тем, как ДДИКТ, ДРЭ, там всякие другие модусы понимаются, мы можем и здесь также это понимать. То есть вот у нас квантер по Ху находится вне скобок, и вот эта вот формула находится ЕХ. Она находится в области действия оператора достаточности. А потом уже то, что у нас стало результатом действия оператора достаточности, на него уже накладывается квантер. Вот. То есть у нас получается так, что оператор достаточности с одной стороны своей, с правой стороны, имеет открытую формулу. И вот это и есть, скажем так, то, что определяет ДРЭ в данном случае. То есть если бы квантер у нас существовал непосредственно, квантеросуществования был записан непосредственно перед ЕХ, то тогда это было бы ДДИКТа. Вот здесь у нас квантеросуществования, поскольку он вынесен вне скобки, то у нас здесь получается ДРЭ утверждение. О достаточности. Вот. Но дело в том, что аналитическими ведь являются предложения, а не открытые формулы. Мы не можем вот для открытой формулы относительно какого-то приписывания значений и ее свободным переменным говорить о том, что она аналитическая или не аналитическая. Аналитичность – это лингвистический феномен. В ни в одном естественном языке у нас нет свободных переменных. Свободные переменные – это то, что отличает логику предикатов, допустим, да, какого-нибудь естественного языка. И в этом смысле, ну, конечно, связанные переменные, они являются параметрами имен, да, но свободные переменные, они такую роль не выполняют, и в естественном языке нет никаких замен для свободных переменных. В этом смысле язык логики предикатов более выразительный, чем любой естественный, потому что там свободных переменных быть не может. Вот. А приписывание значений предполагают нелингвистические объекты. И возникает сложность, каким образом у нас аналитичность может как-то связываться с антологией вообще. Ну, об этом еще подробнее дальше я буду говорить. Вот. И вторая проблема с аналитичностью состоит в антологических обязательствах, в том, как понимаются антологические обязательства. Вот. Стороннику тонких объектов нужно, чтобы утверждения достаточности были такими, чтобы на правой стороне оператора достаточности находились утверждения с большими антологическими обязательствами, чем на левой стороне. А то есть мы же говорим, что у нас вот из утверждения достаточности, когда мы абстрагируемся относительно каких-то вещей, у нас появляются новые объекты. Вот. Эти новые объекты, они у нас появляются с одной стороны этого принципа достаточности. Если мы формулируем это... Ну, допустим, конкретный пример там у нас. Параллельность прямых, это с левой стороны, она достаточна для того, чтобы направления их совпадали. Вот. С левой стороны у нас нет никакого разговора о таких объектах, как направления. А с правой стороны... Там только о прямых говорится. А с правой стороны у нас и о прямых говорится, и о направлениях. То есть у нас там объектов больше стало. Антологические обязательства стали больше. Вот. Вот, как, собственно, здесь вот у меня приведено для наглядности. Вот, и то есть получается, что если имеются такие аналитические истинные утверждения, если фи, то пси, где антологические обязательства у пси будут больше, чем у фи, то тогда будет иметь место и аналитическое утверждение о существовании. Мы можем вот антологические обязательства у пси представить, как существует х такой, что тета. Тогда у нас получится следующее. Вот у нас есть аналитичность, это мы все еще во фреггерском понимании находимся, аналитичность того, что если фи, то существуют х, такие, что тета. Вот, мы можем, естественно, вытащить квантеросуществование из этой скобки, и у нас получится вот такое вот, что аналитическим является существование х, такого, что если фи, то тета. И вот здесь возникает эта сложность. Почему аналитическая истина, она же истина в силу значения, да, значения для нас когнитивно доступны, но как существующие объекты, которые от нас не зависят, как вообще мы можем аналитически говорить о том, что они существуют. Вот, они не зависят ни от нашего языка, ни от наших познавательных способностей. Почему мы можем аналитически установить их существование? Вот, это проблема с фрегианским подходом, которая Лимебо, конечно, не устраивает. Вот. Ну, оставим вот это понимание достаточности как аналитичности. Будем говорить, что существование тонких объектов не является аналитическим. То есть фрегианство мы оставили в стороне, неофрегианство тоже где-нибудь там у нас осталось. Пусть они сами разбираются со своими проблемами аналитичности. Нам это не сильно интересно. Вот. Но все равно мы будем утверждать, как минималисты, что для тонких объектов не требуется чего-то субстанциального от мира. И таким образом мы формулируем первое ограничение, философское ограничение на теорию достаточности. Оно будет состоять в следующем. Это ограничение онтологической выразительности, называется. У Лимебо. Имеются истинные утверждения достаточности, φ достаточно для ψ, в которых онтологические обязательства ψ превышают таковые для ψ. Вот. Если ψ является просто переформулировкой φ, то тогда их требования от мира, конечно же, будут одинаковы. И тут у нас принцип тонких объектов вроде как выполняется. Но это тогда не будет выполнять ограничение онтологической выразительности, потому что в этом случае мы тогда будем вести разговор о том, как если бы существовали абстрактные объекты, о которых идет речь в ψ. Нам же нужно объяснить то, как они в действительности существуют и как мы о них можем что-то узнавать. Вот. И в связи с этим мы формулируем другое ограничение. Это ограничение буквального значения. Согласно нему, формулы в утверждении достаточности, φ достаточно для ψ, в нашем семантическом анализе следует понимать буквально. То есть сингулярные термы должны работать именно как сингулярные термы, они должны указывать на объекты, квантерные выражения должны работать как квантерные выражения, нормальные квантерные выражения. То есть там переменные пробегают какую-то предметную область, получают значение из этой предметной области, ну и так далее. То есть объекты действительно существуют. Это требование того, что буквально мы интерпретируем наши языковые формы. Ну и мы уже поняли, что, собственно говоря, достаточность не следует определять как аналитичность кондиционала. Можно попробовать определить достаточность как необходимый кондиционал. То есть определить φ достаточно для ψ как необходимо. Что? Если φ, то ψ. Ну тут речь идет, конечно, о каких-то необходимых сущностях. Да, для существования необходимых сущностей ничего от мира не требуется. Тонкие объекты — это в данном случае получаются такие необходимые сущности. Однако есть проблема. Проблема в том, что знание φ должно гарантировать познаваемость ψ. Что вовсе не так, если, например, φ у нас любая тавтология, а ψ — это утверждение о том, что необходимо существует какой-нибудь бог. То есть из тавтологии мы никак не можем узнать, существует необходимо какой-то бог или не существует. Соответственно, вот это понимание с боксом перед кондиционалом является слишком слабым. И наша интерпретация оператора достаточности должна быть более сильной, чем необходимый кондиционал. Вот. Утверждения достаточности должны объяснить нам когнитивный доступ к абстрактным объектам. Собственно, с этого и началась вся история вот этих вот принципов, да, фреггевских принципов абстракции. Фреггер пытался ответить на вопрос, каким образом мы можем что-то знать о числах. Вот. И, собственно говоря, ну, то есть если у нас нет к ним когнитивного доступа напрямую. Вот. И с помощью принципов абстракции мы должны объяснить, каким образом мы получаем когнитивный доступ к этим абстрактным объектам. Здесь, опять же, пример параллельности, да, возникает, что вот у нас никаких эпистемологических проблем в объяснении нашего знания о параллельности нет. Мы берем две прямые, смотрим там как-то, может, измеряем их или еще что-нибудь, делаем вывод о том, что они параллельны. Вот. Ну, а раз параллельности прямых достаточно, чтобы их направления совпали, то и знание о том, что две прямые параллельны, мы можем получить знание о направлениях этих прямых, да, то есть мы можем узнавать что-то об этих абстрактных объектов на основе нашего непроблематичного знания о параллельности. Вот. Значит, отношение достаточности должно способствовать передаче знания, то есть передача знания от φ к ψ там должна происходить. И таким образом мы формулируем еще одно ограничение, это эпистемическое ограничение, которое, собственно, в необходимом кондиционале не учитывается. И эпистемическое ограничение формулируется так. Если φ достаточно для ψ, то должно быть возможно знать, что если φ, то ψ. И если φ известно, то это возможное знание должно быть совместимо с продолжающимся знанием φ. Вот я, честно сказать, не разобрался, почему Линнебл формулирует именно таким образом этот принцип, почему он говорит о совместимости с продолжающимся знанием и, опять же, φ. Вот. Ну, суть здесь, в общем, будет понятна дальше в объяснении конкретных примеров. Вот. Ну, то есть пусть из того, что известно, что если φ, то ψ, и известно φ, следует, возможно, известно ψ. Ну, то есть не обязательно мы... Вот мы имеем некоторое знание кондиционала, мы имеем знание антицидента, но мы еще не сделали никакого умозаключения. Мы, может быть, сделали это умозаключение в каком-то другом возможном мире, но не здесь. Вот. Поэтому у нас здесь, соответственно, оператор возможностей используется. То есть возможно знать, что ψ. Поскольку это не... Скорее, не метафизическое... Ну, знание — это не метафизическая модальность, да, скорее, а какая-то эпистемическая модальность. Поэтому вот от нас, от наших действий зависит, будет это реализовано или не будет. То есть если мы сделали вывод, то тогда мы знаем. Если мы его не сделали, то тогда мы можем знать. Может быть, узнаем, когда вывод сделаем. Может быть, не узнаем, если вывод делать не будем. Вот. Допустим, у нас ψ достаточно для ψ. И нам известно, что ψ. Вот. Тогда из-за эпистемического ограничения, которое мы на предыдущем слайде сформулировали, мы можем получить, что возможно известно ψ и известно, что если ψ, то ψ. И значит, мы можем сделать вывод, что возможно, возможно, известно ψ. Ну, а дальше по аксиоме 4 модальной логики мы можем схлопнуть модальность возможностей и получить то, что нам требуется, возможно, известно ψ. То есть ψ является познаваемым. Вот. При этом оператор знания в этом эпистемическом ограничении, конечно, не должен быть слишком идеализированным. Возможности должны быть теми же, что реализуемы в случае действительного математического знания. Ну, то есть никаких суперзадач для когнитивных агентов быть не должно. А суперзадач – это в рамках философии физики и философии математики такое есть рассуждение в духе элиатов. У Бен Серафа даже есть, по-моему, статья называется «Задачи, суперзадачи и современные элиаты». Там он, конечно, парменида, зенона имеет в виду и все такое прочее. А вот суперзадача – это задача, которая требует сделать бесконечное количество действий за конечное время. Ну, вот там, допустим, ахиллес должен догнать черепаху, а он должен бесконечное количество отрезков преодолеть для того, чтобы до нее добраться. При этом он должен это сделать за конечное время. Вот это суперзадача. Вот, то есть здесь у нас эпистемическое ограничение не предполагает, что когнитивные агенты не должны выполнять такие суперзадачи. Это должны быть обычные когнитивные агенты, которые не имеют таких возможностей. Вот, ну и кроме того, вот эта вот самая достаточность, она должна в какой-то, скажем так, достаточной части передавать знания. Вот, и поэтому ограничение, эпистемическое ограничение может быть ослаблено. Но, тем не менее, оно все равно выполняется тем, что Линнебо предлагает дальше. То есть он говорит, что, в принципе, это очень строгое ограничение, его можно ослабить, но давайте его пока оставим таким, потому что моя теория его выполняет. Так, дальше. Значит, одной из ценностей, таких методологических ценностей является онтологическая экономия. Вот, как же тогда может быть богатая онтология? Согласно минималистам, богатая онтология не накладывает какие-то субстанциальные требования на мир вообще, либо не накладывает каких-то дополнительных требований, если мы рассматриваем относительно тонкие объекты. Вот, ну, значит, тогда метафизическое объяснение φ также должно объяснять, или, по крайней мере, давать возможность объяснить ψ. Вот, и таким образом мы формулируем еще один принцип. Это ограничение объяснения. Если φ достаточно для ψ, то если φ то ψ допускает приемлемое метафизическое объяснение. Ну, например, если у нас есть некоторое объяснение, метафизическое объяснение для φ, и φ достаточно для ψ, то тогда мы должны получить в некотором смысле автоматически объяснение для ψ. Вот. И также можно выделить две картины, метафизические картины. Собственно, они касаются вот того, какой оператор избрать. То ли избрать достаточность, то ли взаимную достаточность. Это может быть симметричная картина, которая, например, придерживается, поддерживается концепцией фреги. А вот у нас направление прямой 1 совпадает с направлением прямой 2 взаимнодостаточно с тем, что прямой 1 параллельно прямой 2. Вот. То есть тут одни и те же факты, одни и те же положения дел, они делают и правую, и левую часть истины. То есть и правая, и левая части имеют одно и то же содержание, просто оно по-разному разделено вот согласно этому принципу content recovery, перераспределения содержания. Вот. И общая форма тогда будет следующей. φ взаимнодостаточно с ψ. Если φ взаимнодостаточность ψ, то тогда эквивалентными будут результаты применения оператора О к φ и ψ. Вот. Ну и эта форма должна выполняться для любого оператора О, касающегося того, каков мир. Я, правда, не понял, что это означает. Линобо это не поясняет никаким образом. Просто говорит, что оператор О, это какой-то оператор, который касается того, каков мир. Вот. И любой оператор мы можем подставить сюда, и эта форма должна выполняться. Вот. И другая картина – это асимметричная. Вот здесь у нас Линобо замечает, что с точки зрения асимметричной картины абстракция является асимметричным отношением. Абстракция над старыми сущностями порождает новые объекты. Вот. И в этом случае взаимная достаточность не подходит, потому что левая часть предполагает существование в мире направлений прямых, правая их не предполагает. Вот. В этом вот, в принципе, который внизу. Правая. Не, наоборот тут получается, да. В принципе, который внизу, там стороны перепутаны. Это вот принцип, который у Фрегги. То есть правая. Левая часть принципа Фреггевского говорит о направлении прямых, о существовании направлений прямых. Правая говорит о параллельности прямых. А вот в этом вот принципе, который в асимметричной картине, у нас левая часть говорит о параллельности прямых, то есть просто о том, что прямые существуют и находятся в каком-то отношении. А правая часть говорит о том, что существуют направления, и они тоже как-то там друг с другом могут быть. Ну, то есть мы можем сравнить. Возьмем снова этот принцип. Однонаправленный. С точки зрения асимметричной картины, требования правой части, вот здесь уже правильно части названы, превышают требования левой части. Но при этом минималист будет отрицать, что требования правой части субстанциально превышают требования левой части. То, что существует направление прямых, это никак на мир не оказывает никакого влияния. То есть существование направлений прямых, оно сводится к существованию просто прямых. Существование прямых и их параллельности достаточно для того, чтобы существовали направления. Вот. И здесь отношение достаточности, конечно, мы можем понимать как отношение метафизического фундирования. Ну, то есть мы как бы будем говорить, что параллельность L1 и L2 метафизически объясняет, что их направления совпадают. Вот. Однако, отождествлять отношение достаточности с отношением фундирования не следует по двум причинам. Хотя они, конечно, являются очень близкими. И там, в частности, Линнабо цитирует несколько работ, где он говорит, что вот в этих работах используется отношение метафизического фундирования для того, чтобы объяснить существование математических объектов, которые очень близко подходят к интерпретации их как тонких объектов. Но, тем не менее, отношение метафизического фундирования является более общим. И, кроме того, оно не подходит нам по следующим двум причинам. Во-первых, оно слишком схематично. Да, оно не дает нам какого-то конкретного объяснения ПСИ через ФИ. А, собственно, наша задача состоит в том, чтобы изучить, как абстракции работают, как мы можем, зная ФИ, знать, иметь возможность познать ПСИ, да, и как мы можем, имея объяснение для ФИ, ему объяснить ПСИ. Вот. Метафизическое фундирование этого нам не дает. Ну, и, кроме того, неясно, как вот это вот метафизическое фундирование выполняет введенное нами эпистемическое ограничение. То есть, вот знание должно предполагаться обязательно. И принципы абстракции, они со знанием связаны. А метафизическое фундирование – это, скорее, метафизическое понятие, которое к знанию особого отношения это и не имеет. То есть, если что-то метафизически фундировано чем-то, это еще не значит, что, зная одно, мы будем знать и другое. Ну, или, по крайней мере, иметь возможность узнать. Вот. Линнебо предпочитает асимметричную картину, то есть он отношение достаточности предпочитает по сравнению с отношением взаимной достаточности. Ну, во-первых, из-за объяснения онтологических обязательств, да, для него очень важно, чтобы с одной стороны онтологические обязательства были большими, чем с другой. Ну, и кроме того, дре-утверждения достаточности более последовательным образом объясняются именно асимметричным способом. Вот. А такие утверждения нам нужны, чтобы утверждать о том, что имеются объекты, для существования которых не требуется чего-то существенного. Иначе мы просто не можем говорить о том, что существуют тонкие объекты, если у нас такого нет. Да, и вот эта формула, которую мы уже видели, существует х такой, что тавтологии достаточно для того, чтобы х существовал. Вот. И мы можем посмотреть, как утверждения о достаточности рассматриваются в разных подходах, в симметричном подходе и в асимметричном. В симметричном мы имеем вот такую общую формулу, с альфа равно с бета взаимнодостаточно с тем, что альфа эквивалентна бета. Мы можем, вот у нас здесь функциональные термы, с альфа и с бета, мы их можем экспортировать, и тогда у нас получится вот такое вот утверждение. У нас будет такая формула. Существует х, существует у, такой, что х совпадает с с альфа и у совпадает с с бета, и х равно у взаимнодостаточно с тем, что альфа эквивалентна бета. Но здесь возникают очень серьезные вопросы по поводу вот именно этой части. Вопросы связаны с тем, почему самотождественность, ну или просто тождественность, да, некоторого, допустим, мы говорим о прямых, некоторого направления прямой должна быть достаточно для того, чтобы две каких-то конкретных прямых были параллельны. Да, из направления мы не можем вытащить конкретную прямую. Вот есть направление какое-то и очень много прямых, которые имеют это направление. Эти прямые параллельны, но о каких конкретно двух прямых идет речь, непонятно. Если мы говорим о направлении, мы не знаем, о каких двух конкретных параллельных прямых идет речь. Когда мы говорим о двух конкретных параллельных прямых, тогда мы можем перейти к направлению. Но от направления перейти к двум конкретным прямым мы никак не можем, потому что абстракция однонаправлена. При абстрагировании от прямых к направлениям мы теряем то, что позволяет нам отличать одну конкретную прямую от других прямых, которые ей параллельны. Вот, то есть абстрагирование все-таки что-то существенное убирает. Ну и тогда получается, что вот этот вот принцип, который мы получили, экспортируя функциональные термы, не является обоснованным. Да, то есть нам нужно как-то объяснить, какие принципы являются обоснованными. Мы пока этого не сделали. Вот, рассмотрим, как это происходит в асимметричном подходе. Вот у нас общая форма. Альфа эквивалентна бета, достаточно, чтобы S альфа было равно S бета. Мы также экспортируем функциональные термы S альфа и S бета. И у нас получается следующее. Существует X, существует Y, такой, что X равен S альфа и Y равен S бета. И альфа эквивалентна бета, достаточно для того, чтобы X был равен Y. Вот, а это допустимо, потому что параллелизм двух прямых, вот это у нас утверждается здесь, в эквивалентности, эквиваленции альфа и бета. Параллелизм двух прямых достаточно для того, чтобы направление их было самотождественным. Ну или у нас имелась тождественность направления этих прямых, если хотите. Направление все-таки одно, поэтому тут о самотождественности речь. Вот, соответственно, при асимметричном подходе класс допустимых ДРЭ утверждений о достаточности может быть получен экспортацией из уже принимаемых утверждений достаточности, что не так в симметричном подходе. А при симметричном подходе нам требуется дополнительно объяснить, какие ДРЭ утверждения о достаточности допустимы и почему. Ну и здесь Линнебо поступает таким прагматическим образом, он говорит, ну зачем как бы нам этим заниматься. У нас есть отношение достаточности, которое вот таких проблем не создает. Ну давайте и на нем остановимся тогда. В крайнем случае, если нам это нужно, мы всегда можем попытаться определить там взаимную достаточность через отношение просто достаточности. Если логика, которую мы построим, нам будет это позволять. Вот поэтому он останавливается на вот этой вот асимметричной картине, метафизической картине, и она для него является важной. На этом у меня по первой главе все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, попытаюсь на них ответить. Спасибо, Лев. Очень интересно и достаточно сложно. А что такое с альфа и с бета? Вот это с, ну такой вот значок, который параграфа, это операция, которая переменную превращает в сингулярный терм. Переменную сингулярный терм. Да, то есть она на что-то будет указывать. Вот это вот с альфа, например, указывает на что-то. Ну в случае с прямыми там получается указывает на направление прямой. Направление той прямой, которая обозначена здесь альфа. Ну и вот не совсем было понятно, что может означать, наверное, это уже забегая вперед, принятие некоторой логики. Ну нам нужно же построить некоторую логическую систему, которая объяснит, как вот этот оператор достаточности работает. Да, и в зависимости от наших задач, может быть, или я не знаю, чего-нибудь, каких-нибудь методологических принципов или предпочтений, мы можем избрать в качестве основания одну логическую систему или другую. Вот, ну в первой главе Линнебух конкретно не описывает, во-первых, как он будет сравнивать разные логики и выбирать из них. Вот, или он, может быть, не будет это делать, а просто будет строить какую-то логику, которая будет выполнять обозначенные философские ограничения. Вот. Ну это вот дальше в книжке где-то будет. Хорошо, спасибо. Похоже, все начали молча абстрагироваться. У меня скорее не вопрос о соображении. Вот там, где обсуждалось соотношение минимализма с бритвой окома, там говорилось, что вот где минимализм нисколько... Так, я вот конкретно сейчас ничего не слышу. Попробуем еще раз. Вот, да. Ну, я слышу сейчас, да. Нет? Сейчас. Хорошо. Вот, по поводу бритвы окома, значит, да, говорилось, что минимализм не противоречит бритвы окома, если тонкие объекты, которые предполагаются, используются в объяснении. Так вот, тут, возможно, такая проблема, что, значит, допустим, у нас есть две теории, которые по-разному объясняют какие-то наблюдаемые явления, соответственно, постулируют разные тонкие объекты. И мы же не можем или можем сказать, что и те, и другие существуют. И на каком основании мы должны выбирать, на каком-то прагматическом основании, что ли, по простоте и удобству теории, не очень понятно, короче говоря. Ну, вот в первой главе по этому поводу ничего сказано не было, поэтому я не берусь судить о том, как поступать в таком случае. Ну, я и сказала, да, что это не вопрос, скорее, а... Если немножко продолжить это, вот эта операция абстрагирования или, как говорит Линоба, перераспределение содержания какого-то, значит, оператора, когда он говорит про прямые, это оператор параллельности между более общим термином и, значит, какими-то объектами, которые вводятся, это же в сущности сугубо лингвистическая операция. И в результате нее мы делаем какие-то утверждения относительно объектов, относительно антологии. То есть получается, что мы переходим от лингвистических сущностей к антологическим, и правомерен для такой переход не... Ну, это пока еще открытый вопрос, является ли эта операция чисто лингвистической или нет. Пока мы точно не можем этого сказать. Кроме того, тут предполагаются же метафизические объяснения. Если у нас есть метафизическое объяснение для одной стороны оператора достаточности, то тогда мы должны как бы автоматически получать метафизическое объяснение для другой стороны. Вот. И кроме того, если мы вспомним, что было в предисловии, там Линоба говорил о том, что он отказывается от некоторых фридианских принципов, в частности, от принципа приоритета синтаксических категорий над антологическими. И мне кажется, вот это, по крайней мере, дает некоторые основания для того, чтобы полагать, что операция абстрагирования не является лингвистической, не является тем, что мы, например, в уме осуществляем или в языке, да, вот если лингвистическое. То есть это некоторая метафизическая операция. То есть она, по идее, она не должна зависеть от агентов. Хотя мы должны получать какую-то возможность знания благодаря ней. Ну, это пока открытый вопрос. И тем более, если вспомнить, что Линоба сравнивает отношения достаточности с метафизическим фундированием, метафизическое, и говорит, что они очень и очень близки друг к другу, хотя абстрагирование, оно, конечно, более конкретным является, то, ну, как бы метафизическое фундирование – это вообще не про эпистемологию, вообще не про язык. Мне кажется, здесь термин абстрагирование, оно как-то, вот этот термин как-то, может быть, запутывает нас. То есть обычно мы говорим об абстрагировании как о какой-то психологической и ментальной деятельности. Да, но перераспределение – это для Фреги. Когда он говорит о перераспределении содержания. Ага, понятно. Это у Фреги было перераспределение содержания, и мы уже от этого отказались. Нету никакого перераспределения содержания. Понятно. В таком случае нам действительно нужны какие-то очень существенные непрагматические критерии для выбора между двумя теориями, которые объясняют мы тоже положение дел. Потому что если это не лингвистическая операция, если это операция именно онтологическая, то имеет значение, какие объекты мы таким образом образуем. Ну, я здесь только могу надеяться на то, что где-нибудь дальше в книжке это будет пояснено. Мне представляется, что объяснить, зачем нам нужны хоть какие-нибудь объекты, можно только с прагматической точки зрения, потому что мы можем обойтись вообще без объектов. У нас, допустим, есть процессы или еще что-нибудь. Ну, почему-то непонятно, зачем нам строить онтологию, прибегая к понятию объекта. Мы можем строить онтологию некоторым альтернативным образом, наверное. Мне кажется, в данном случае как раз релевантен вопрос о выборе логики, потому что мы привыкли квантифицировать по объектам, а как квантифицировать по процессам не очень понятно. И, как мне кажется, вот эта идея Лимеба о тонких объектах, она, в принципе, вполне пригодна для того, чтобы описывать какие-то процессуальные вещи просто вот этим вот объектным языком. Ну, я согласен. Скорее всего, мы так устроены, что нам нужны онтологии на основе объектов, что мы так привыкли мыслить, и это связано с нашей средой обитания и так далее и тому подобное. Ну и, в конце концов, даже вопрос о том, сколько нам нужно этих самых объектов, видимо, тоже прагматически решается. Нам нужно больше объектов, если мы устроены так-то. Нам нужно меньше объектов, если мы устроены иначе. Больше и меньше здесь как раз каким-то образом коррелирует с, так скажем, ну, объёмом нашей оперативной памяти, например, или ещё с какими-то факторами. Ну, конечно, я уже вышел за рамки текста. Это уже попытки построить какой-то метатекст, предлагаемый текст. Если мы прочитаем много текстов, то мы сможем объединить их в класс-эквивалентность, а после этого мы сможем абстрагироваться и получить новые тексты. Ну, наверное, так. Наверное, так. Но лично у меня вопросы пока исчерпаны, и хорошо бы осмыслить всё услышанное более глубоко, как, видимо, это удалось сделать Льву. Я пока что, ну, как бы в раздумьях по поводу услышанного.